В руках художника Алексея Кендинова уникальная книга. Называется она «Поэзо-живопись» и написана в соавторстве с казанской поэтессой Энзо Фойт. Особенность этого творческого союза в том, что не просто она лирические стихи написала, а они особые, оригинальные, которые отличаются от всех стихов. И наш цикл «Поэзо-живопись» не имеет аналогов пока во всем мире. Это первая книга по поэзо-живописи вообще в мировой истории. Алексей Кендинов – основоположник такого направления, как орнаментализм. Все образы в его работах пронизаны узорами или орнаментами. Впервые знаки и символы на картинах прочитал поэт Вилли Мельников. Зная 105 языков, полиглот расшифровал на картинах стихи, написанные на древних наречиях. В 2018-м казанская поэтесса тоже стала читать картины художника. Тогда я поняла, что слышу голоса его картин. Мне стало немножечко и страшно, но тем не менее я начала читать его картины. Я ему сказала тогда, я слышу голоса твоих картин. Он был удивлен и у нас с этих пор началось сотворчество. Энза написала Алексею в социальных сетях. Так и началось их плодотворное сотрудничество. За три года на свет появилась уникальная книга поэзо-живопись. В ней 91 работа. Картина Алексея, а рядом стихи на татарском и русском языках. Притом стихи на русском это не перевод, а самостоятельные произведения. Алексей Кендинов добавил, что любимое стихотворение в этой книге выделить ему сложно. Они все особенные. Есть все, которые он не может читать без слез. Наверное, они и есть особенные, добавил художник. Как и сами работы творца. Где-то это тема для изучения, где-то это поэзия, где-то это чистая музыка. Такое что-то ассоциативное и ускользающее порой. Не случайно, наверное, эта женщина, одаренная, наверняка, несомненно, очень здорово от Бога, она начала слышать что-то. Его изображение она услышала. С книгой поэза «Живопись» за авторством Акиндинова и Фойт можно ознакомиться в библиотеке Горького. Художник передал экземпляр в дар учреждению. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».